Почему Кремль опять взялся за тему Крыма? Что-то такое должно было случиться. Перед выборами важно расколоть электорат в пропорции, чтобы обеспечить убедительную победу. Вот по какой плоскости эту линию раздела можно провести, остается загадкой. И, собственно, сейчас в Кремле решают, как это делать. Володин предлагает, и, видимо, не просто так. Он серьезный политик, и явно это дело с датой как-то обсудил. Он предлагает вот такую версию. Во-первых, в день присоединения Крыма, а это 18 марта. Во-вторых, упор будет сделан на военно-патриотические достижения Владимира Путина. Потому что последние три года, если верить социологам, то 80% считают аннексию полуострова правильным шагом. Таким образом, уводится действительно повестка дня и от экономических проблем, проблем улучшения качества жизни, международной изоляции и всяких прочих неприятных вещей в приятные воспоминания. Это воспоминание весьма виртуальное, греющее ущемленное российское сознание. Но, делая акцент на нем, можно также столкнуться с риском, потому что это уже надоело. Вот мы недавно лицезрели сигнал из Кремля о том, что не следует проводить традиционное празднование по этому поводу на Красной площади, а лучше куда-нибудь немножко подальше, приглушить. Володин олицетворяет прямо противоположную стратегию. Это означает, что разные группы влияния предлагают разные сценарии проведения выборов. Условно говоря, в Кремле хотят дистанцироваться и мягко спустить на тормозах крымскую тематику, считая, что она выдохлась. А Володин, наоборот, считает, что ее надо накачать, раскачать, усилить и сделать доминирующей линией избирательной кампании. Оба эти способа связаны с рисками. Действительно, сколько можно кормить общественное мнение Крымом? Оно уже им надоело, в общем-то. И теперь разговор строится по-другому. Отлично, мы Крым присоединили, в кавычках. Мы такие сильные и могучие, богатые. Но теперь хотелось бы увидеть отражение улучшения ситуации в кошельках. Увидеть этого не удается и не удастся. Поэтому мне кажется, что Володинская стратегия будет более охотно поддержана в Кремле из рациональных соображений. Потому что пропаганда в руках Кремля можно раскачать, можно рассказать, как мы спаслись от базы НАТО и еще от каких-то там ужасов. И таким образом могучий народ отстоял свои исторические права на Тавриду. Это можно рассказывать и рассказывать это недорого стоит. И в общем-то это работает. Крым это сейчас единственное, хоть и виртуальное завоевание, которое по-прежнему вызывает поддержку общественного мнения. В этом и парадокс. Потому что Крым обходится в 100 миллиардов рублей ежегодно российскому бюджету. Всего-то каких-то 1,5 миллиардов долларов при ВВП в 1,3 триллиона. Это даже не процент, а десятая доля процента от ВВП. Другой вопрос, что есть еще Чечня. ДНР, ЛНР, Абхазия и прочие так и накапливаются. Да, Крым это планово убыточная территория, но не в виртуальном пространстве. Так что заявление Володина – значимый сигнал для понимания реалии стратегии, которые могут быть в рамках избирательной кампании. Последнее слово, конечно, за Владимиром Путином, который скажет «или туда, или сюда». Можно, конечно, назвать эту стратегию растерянностью, а можно ее назвать борьбой разных групп влияния у престола, которые предлагают высшему лицу разные стратегии. Они борются за то, чтобы их стратегии первое лицо и приняло и повышает статус этих людей. Это не растерянность. Это перевыбор вариантов и выбор наиболее оптимального, или того, который больше понравится Владимиру Владимировичу. В вертикальном государстве то, что нравится начальнику, то и оптимально. Дмитрий Орешкин